Приветствую вас и я опишу вам ситуацию с двух точек зрения. С точки зрения психологии и с точки зрения житейской такой вот мудрости, которую можно назвать основой психологического знания. В зависимости от того, какая точка зрения вам ближе, вы ту и примете в себе и исходя из нее будете строить свои отношения дальше. С точки зрения психологии у вас есть элемент любовной зависимости. То есть вы знаете, что человек в принципе вас использует, вы знаете, что человек вами не биражит, вы знаете, что человек в принципе не стремится быть с вами, хотя бы потому, что создать семью, свадьба, это все может быть и раньше 23 лет, это может быть и в 18 лет, и в 19 лет люди создают семьи, живут и все нормально. То есть ваша девушка в принципе сейчас не готова к тому, чтобы быть с вами, но что она в своих чувствах не уверена. Да, ей может быть с вами удобно, да, ей может быть с вами хорошо, может быть она не хочет вас терять, и поэтому говорит, что вот еще год-год, там год-полтора и можно будет это сделать. Сатана ставит вам условие. Ее условие быть с вами, означает, что вы к ней испытываете чувство гораздо более сильное, чем она. Она в вас не нуждается, а вы в ней нуждаетесь. Именно то, что она, только она вас сцепляет, и с другими девушками вы не можете встречаться, говорит о том, что вы находитесь в зависимости от нее. Поскольку вы хотите быть с ней, вы нуждаетесь в ней, и вы, ну, прошу прощения, если я сейчас ошибусь, но вы не написали о том, что вы ее отпустили, вы не написали о том, что вы счастливы за нее, что вы готовы довольствоваться тем, что вот она выбрала свою жизнь, и вы просто отпустили ее и живете своей жизнью. Прошу прощения, если это не так, но из вашего письма я понял именно это. Если ошибся, вы можете меня поправить, или прошу меня извинить. Значит, если так, то вы эту девушку используете для удовлетворения каких-то своих желаний. То есть вот она для вас что-то значит. Она вам несет что-то. Она для вас является носителем каких-то ваших стремлений, ваших целей, ваших задач, которые вы через нее решаете, удовлетворяете и так далее. В этом случае, что она для вас представляет, нужно выяснить, понять, в чем ваша нужда заключается в ней, и постараться все-таки удовлетворить вот это вот, вот это желание, которое вы сейчас видите только в ней, самостоятельно, напрямую, без нее. Вы можете, в принципе, сами подумать о том, как вам лучше это сделать. То есть просто сесть, и потом вы подумаете, кто она для вас. Что она вам дает? Что вы получаете? Что меняется, когда вы без нее? Что вы теряете? Вот эти и эти моменты и нужно прояснить. И вот тогда вам будет легче восполнить то, в чем вы нуждаетесь. И восполнив, вы станете, по сути, независимым от нее. И, став независимым от нее, вы, собственно, сможете строить новые отношения. Это первый важный момент. Второй аспект. Аспект в большей степени житейского плана. Предположим, что вы девушку все-таки любите. Предположим, что девушка также любит вас. Ну, вот у нее такой характер, что не может она поступить со своими принципами ради вас. То есть здесь момент такой, что, да, девушка вас любит, да, девушка хочет быть с вами, но у нее есть собственный блог, который не позволяет ей сделать это сейчас. Так что вам в этом случае можно и нужно поступить следующим образом. Во-первых, сказать ей о том, что совершенно необязательно играть в свадьбу, если вы сойдете. То есть вам нужно показать ей, что вы не стремитесь к тому, чтобы создать семью. Вам нужно показать ей, что вы готовы принимать ее такой свободной. Девушка это увидит, она расслабится, она будет видеть и чувствовать, что вы ничего от нее не ждете. И, возможно, почувствуя себя свободнее, почувствуя себя несколько, так сказать, раскрепощеннее, она начнет проявлять к вам все эмоции, те чувства, которые у нее есть. Не боясь при этом, что вы потребуете от нее брака, свадьбы и прочего-прочего, к чему она сейчас чисто морально не готова. Вот этот момент очень важный, что девушка может быть не готова именно к семье, но она считает себя слишком молодой для этого. Так бывает, это нормально. В этом случае вы, как человек, который любите ее, принимаете ее такой, какая она есть. Без этого нельзя, никак нельзя, без этого рассчитывать на хорошие отношения. А без этого никак нельзя рассчитывать на то, что у вас что-то получится с ней вообще. Следующий важный аспект. Если у вас, ну, во-первых, так, если вы видите, что девушка на такое предложение не согласна, или что вы и сами не согласны, так, да, то есть вы сами хотели бы на ней жениться, но в таком случае дайте ей возможность вот этот срок отгулять. Если вы любите ее, то вы подождете. Если вы знаете ее, знаете, что она вас не разлюбит за это время, если вы уверены в ней, подождите. Подождите, и, вы знаете, она будет вас только сильнее уважать. Уважать за то, что вы все-таки ее дождались. Уважать за то, что вы верите, верите в нее. Делать это или нет ваше право, но тем не менее. Как вариант, вполне даже. И, наконец, мне бы хотелось вам еще осветить такой момент. Вот вы говорите, что она не нагулялась. А что она вкладывает вот в это понятие? Вот не нагулялась. Ей нужны мужчины, если нужен интим, или ей нужно просто свободное военнопроводение без привязки к кому-либо, без привязки к семье, например. Тоже очень важный момент. Если ей нужен интим, то здесь уже вопрос, обращаем к вам. Готовы ли вы мириться с тем, что девушка будет спать с другими, а после будет спать с вами. Ну, в теории, да? Если готовы мириться с этим, можете ее подождать. Если не готовы, то, соответственно, ждать не стоит. Просто опустите ее и скажите, нет, простите, дорогая, меня такое не устраивает. И, собственно, я не буду тебя ждать. Но вам нужно общение с ней прекратить полностью. То есть вы говорили, что вы с ней вроде бы как расстались, да? Но при этом все равно общаетесь, все равно проводите время вместе. Если и именно потому, что вы так делаете, у вас и не получается с другими девушками, так как вы постоянно сравниваете. Сравниваете ее с другими. И, конечно же, она выигрывает, а другие проигрывают, потому что она уже для вас приобрела что-то вроде статуса, знаете, такой недосягаемой вершины, образа. И из-за этого другие девушки, конечно, не проигрывают. Если вы решите с ней расстаться, то остаться у нас окончательно. Без общения, без какого-либо взаимодействия, без напоминания ее вам и так далее. В таком случае, спустя какое-то время, вы все это про нее забудете. Потому что, ну, без подтверждения, без постоянного подкрепления какого-то чувства, с чувства рано или поздно уйдет. Вот и все. И обязательно нужно все равно общаться с другими девочками в данном случае. То есть продолжать, продолжать общаться, без интереса, без интереса, без интереса, пока какая-то рано или поздно этот интерес у вас не вызовет. Ну, такое тоже, в принципе, вполне нормально. Я бы даже сказал, что это неизбежно. Ну, какое-то время, в зависимости от вашего темперамента личности, от вашего психотипа, да, пройдет. Но за это время вы можете, например, заняться саморазвитием и прочее. То есть не терять время зря. Вот такие вот две точки зрения, такие две позиции. Я надеюсь, они вам помогут лучше понять ситуацию. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если делаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok